здравствуйте мои дорогие приятели сегодня я вам рада представить рецепт пошаговый рецепт уникального эксклюзивного супа я считаю самым дорогим в нашей семье ведь недаром он дорогой потому что в нем не менее пяти сортов копченого мяса но это не умаляет его достоинств он не менее вкусен как его приготовить какие у него есть особенности и какие замечательные секретики и нюансики присутствуют в этом супе я вам сейчас расскажу и покажу такие ингредиенты нам нужны для приготовления настоящей солянки что так много кажется на самом деле не так уж и много значит прежде всего 5 сортов любого мяса мясо это колбаса это вот ведь у меня даже вот почти три вида колбасы сардельки сосиски и краковская бекон немножечко взяла я еще у меня в кастрюле даже 6 сортов мяса получилось not рекомендует не меньше пяти сортов еще у меня в кастрюльке покажу есть мясо вот я косточки ребрышки точнее копченые сюда положила и простые косточки мясные тоже ребрышки поэтому получается что у меня 6 сортов мяса далее картофель каждый сам по себе смотрит вообще солянка делается без картофеля и это традиционный такой рецепт без картофеля но мой муж без картофеля не понимает супы ему нужно густой чтобы ложка стояла поэтому мне приходится делать с картофелем лук значит морковь но он у меня замороженном состоянии как обычно далее лавровый лист перец я буду высыпать через мельницу каперсы можно без каперсов так что в принципе ну у кого их нет такая же не такое уж обязательство огурчики маринованные или соленые у меня маринованные томатная паста подсолнечное масло на чем мы будем обжаривать все это и для заправки когда мы будем подавать на стол нужно будет лимон кусочек и ломтик лимона и маслины черные без косточки сметанка ну тоже для подачи на стол сметанка я уже стала здесь показать но все в общем то все для того что приготовить солянку секрет солянки заключается я уже когда-то в одном видео говорила в пассировании здесь самое главное правильно пассировать пассировать нужно морковь лук и томатную пасту примерно полтора часа на очень медленном огне закрытой крышкой вот до такой степени чтобы прям вот он не то что густой был а чтобы даже суховатый был ну конечно не перегорелый а именно суховатый если хотите добавляйте туда бульончика не воспрещается но вот полтора часа эта смесь должна пассироваться вот единственное в чем как бы моей солянки секрет но не только моей очень очень давно это вычитала и и стала применять и стала делать солянку именно таким образом но всем нравится поэтому продолжаем дальше лук поджарился уже с морковочкой морковочка растаяла теперь можно добавить томатную пасту сделать на медленный огонь на огонь и закрываем крышечкой все и она медленно пассируется если мы увидим что подгорает по добавляем бульончика не забываем а в это время я достала из бульона мясо точнее ребрышки тоже их разделала сейчас это осталось только копченые и ребрышки разделать попали реже на мелкие фракции и обратно опущу в бульон и начну приступать к нарезке своих копченостей огурчиков и так ну что ж добавила томатную пасту немножко бульона все сделано медленный огонь и накрываю крышкой крышка все пассируется примерно час-полтора сколько у вас времени позволяет так сказать на чем дольше тем лучше еще знаете самое интересное что многие женщины я знаю точно делают как они делают много вот этой пассировки и замораживают потом чтобы просто достать и разморозить и положить уже в готовую в бульон поэтому смотрите я никогда так не делала как-то мне все никогда и не охота таким большими объемами заниматься но кому это удобно пожалуйста можете вот так вот полтора часа пропассировать большое количество заправки вот этой вот соуса так сказать и потом половина заморозить для других блюд я успела нарезать на мелкие мелкие фракции все мясные копченые ингредиенты и естественно огурчик маринованный почему я режу на мелкие фракции потому что я буду уверена сто процентов что в любом составе и все ингредиенты попадут в вашу тарелочку если я порежу крупным то мне придется эти гадалки попадет что-то или не попадет или попадет 3 из 6 или попадет 4 6 а когда мелко я вот как-то уже уверена что вы вкусите точнее я вкушу конечно же вот уже вкус всех сборе копчености и еще один секретик нюансик секретик я называю секретиками многие говорят нюансик кому как удобно еще один секретик есть у солянки солянки должно быть обязательно присутствовать молочная сосиска или сливочная вот прям обязательно потому что она должна придавать вашему супчику мягкость нежность и ее должно быть в достаточном количестве то есть если вы других ингредиентов кладете там одну скажем одну шестую то сосиски можно положить 2 6 ну вот у меня сосиска вот ее целая целый такой островочек поэтому я сейчас размешаю все вместе перемешаю и все начинаю сбрасывать суп значит копчености и огурчики я собрал сбрасываю одновременно все сбрасываю все сбросила получается вот такой у меня уже бульончик может хоть уже супчик получается и тех давно смотрит мое видео помнят о том что когда я варю супы я в первую порцию соли соль и отделю на две порции значит первую порцию соли я кладу всегда сразу же в бульон еще до закипания бульона а вторую когда в конце варки для чего я уже это говорила иногда бывает так что вторую порцию мне даже не приходится класть потому что одной порции от ингредиентов которые добавляю в супы хватает в этот раз я также добавила неполную столовую ложку соли уже в бульон и вот в конце варки я попробую если понадобится по вкусу до солю так как здесь соленые продуктов много в том числе и огурчики и колбасные изделия они тоже очень соленые копченые поэтому понадобится мне дополнительно порция соли или нет я не знаю будем смотреть все закипает делаю на медленный огонь и под крышечка будет томиться еще один такой вот нюансик секретик многие спрашивают почему я не обжариваю как копчености потому что во многих рецептах копчености обжариваются отдельно знаете как говорится да моя подруга светлана очень нравится как она говорит эту фразу здесь она и работу местным во первых мне лень обжаривать а во вторых придумайте сами ну вот лень мне может быть и нужно обжаривать но так как я хорошо обжариваю свою пассировку то этого я считаю будет вполне достаточно так надо вот видите уже победивается надо подгорает маленечко надо еще будет подбавить бульончиком прям вот так вот добавляю выпускаю дальше тушится у меня прошло уже примерно около 45 минут наверное я не буду в этот раз ждать полтора часа да в общем такой сильно необходимости нет потому что достаточно мне кажется еще одного часа я всегда делаю по часу честно положено полтора я делаю по часу и мне хватает через 15 минут мы сбрасываем картофель ложка стоит можно сказать поэтому мужу должно понравиться у него одна категория одна оценка одно определение чтобы ложка стояла утрирую конечно и шучу но на самом деле он очень любит густые супы ничего с ним не поделать и именно любит супы вот любые но супы почему-то в жидком варианте это очень хорошо благодарность его маме которая приучила к жидкому поэтому проблем с желудком с кишечником конечно моего мужа вообще никаких это я к тому что надо задумываться на раз детства чем мы питаемся так ну все еще через 15 минут мы подождем и через 15 минут мы будем закладывать сюда уже пассировку которая практически готова так и каперсы ну и все остальное это у нас остается остальное горошек перец горошком и лавровый лист вот то есть через 15 минут мы закладываем 15 минут это сейчас потом еще проварится и потом уже выключаем 15 минут прошло и сейчас я сбросила туда лавровый лист поджарочку которую я сделала кстати о поджарке значит настоящая поджарка готовится в духовке вот вы все лук морковь томат все это поджарки и добавили бульон чека и ставите на медленный огонь и в духовку вот так положено готовить не накрывая крышку но так как я в духовке не готовлю мне не охота это было делать я сделала под крышкой именно в толстой в касты вернее в сковородке с толстым с толстыми стенками то есть такой вариант тоже возможен поэтому имейте ввиду можно так и так но в духовке получается намного лучше и такой знаете насытисти вот так вот я бы сказала так но закончили кой теперь добавляю каперсы каперсы я добавляю на 5 литровую кастрюлю у меня две столовые ложки и добавлю также перец и через мельницу покручу и просто горошком добавлю ну что ж супчик я выключила и он готов вот это насыщение вот это аромат это красота согласитесь как мозаика на оранжевом поле а теперь как традиционно я выкладываю это в блюдо и показываю вам вот так выглядит мой супчик тарелочки и кто сказал что это супер дорогое блюдо я сказала но ведь это и очень вкусное блюдо не правда ли один раз пятилетку я думаю каждый человек может себе позволить эту изысканность красоту и вкуснятина наслаждайтесь пользуйтесь секретами и пусть у вас получится самые отменные блюда вы знаете что хорошо приготовленное блюдо это как любовное варево кто его съест тот обязательно вами восхититься и влюбиться с прежней силой поэтому влюбляйтесь и будьте любимы сегодня вечером моя подруга анжелика пригласила нас с светланой к себе в гости на рыбку очень вкусную рыбку муксун я купила вот такую шапочку он здесь вы помните когда я купила ее и очень по простому в принципе выгляжу вот в этом виноводочном магазине мне придется выбрать белое стухове но это огромное количество и как я его выберу понять не могу но надо что-то сделать вот мы сегодня в гостях хочу показать показать какая шикардосина я не знаю сколько лет уже в оба говоришь там очень много лет кухня специально включила к включила к камеру специально чтобы показать уникальное блюдо которое готовит вот такой вот человек вот этот человек шикарно готовит это не важно никому не интересен вот сегодня сегодня мы сейчас будет блюдо блюдо прям специально жду его тебя больше слышно чем меня так что за салатик а короче говоря рыбный день да а это что что нет вова-то ты готов конечно какой молодец конечно так вино вот кстати в магазине красно и белого супермаркет купила вино ребята меня обманули 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 вот оказывается крышка вот такая мне сказали друзья да без пробки сказать что это вообще фигня нельзя такое вино мне так уговаривали его купить говорили что это вот чистая франция и даже вот с переводом я спрашивала про географическое мне сказали что какая разница и все такое очень короче разница есть да вот так имейте ввиду не обманывайте больше шарданы что это вовочка картошка с пеконом что не видели не а вот блюдо вот блюдо которое мы сюда принципе и приглашены вот и объясни мне где а вот карась вот сказали карась карась а это вот честно говоря для меня вот вообще глупы индии да для меня что карась что окунь что муксун все едино вот честное слово ну правда не разбираюсь я сейчас мы это все будем кушать вот внизу что ментарь здесь положила себе эту рыбку окуня на тарелочку а внутри нет как муксун там сказал что-то окунь он не подала окунь сейчас вот он муксун делает а это окунь не путайте меня пожалуйста и людей с чем этот окунь с помидорками а да простите простите не оценила я кулинарного совершенства простите я не разбираюсь но простите это с помидорками да рыбка с луком а еще чего а какой нежный вкус очень нежно очень я не пойму как как есть эту красоту ее и просто выковыривать прямого как вилка я вот так лови поддевай куски едишь прям сразу с лицом общего поняла а а а